Так, ну что, друзья мои, барахолка, блошиный рынок, сухой мост в Грузии, в Тбилиси. Сейчас три часа дня. Будучи в Тбилиси, не могла не зайти на блошиный рынок, и вот конкретно в Грузии это может, конечно, быть очень интересно. Ну, давайте смотреть, что здесь представлено. Я вас слушаю. А, смотрю, что у вас есть. Почему? Нет, знаешь, отправляют блогеры, отправили вчера, мы посмотрели, в Тбилиси. Это нас показали, не хотим. А почему? Плохо про вас говорят? Нет, плохо не говорят. Ну, а почему уж тогда? Конкуренты появятся. Нет, знаете, в чем дело, я вам расскажу. Сейчас бум на винтаж, на антиквариант. Все хотят в, как сказать, такой тенденции экологичности, да, мы сохраняем природу, поэтому мы старые вещи переделываем, перекрашиваем, пользуемся лучше старой керамикой, чем покупаем новую китайскую. И поэтому сейчас даже молодые люди, они очень любят ходить по блошиным рынкам. И такие видео, они полезны, потому что человек знает, стоит ли туда идти или нет. Это одна сторона, а другая сторона увидит, что это идет. А откуда это взять? А вот они спрашивают, это откуда, это отсюда. Смотрите, какой смаврор. О, елочные игрушки. Елочные игрушки, кстати, весьма классная вещь. Здесь такой попугайчик. Кстати, неплохая сохранность здесь, весьма себе. Чеканка. Ой, я хочу вот себе вот такой, знаете, под напряжением, опасно для жизни. Счетная машинка, друзья. Феликс. А какого года это? 20-й год. Смотрите, какой я первый раз такое вижу. Механический калькулятор. Механический калькулятор, ребята. А сколько стоит? 500 лари. 500 лари это? 200 долларов. 200 долларов, друзья. И вот этот механический калькулятор ваш. Кстати, как идея для подарка главного бухгалтера. Вот смотрите. Вот видите, в эту сторону крутите, он умножает, прибавляет. Здесь делит, отнимает. Вот ставишь, например, 22, да? К слову, да? 22, а сколько у нас там? 44. Это у нас гроз. Ну вот они все движения делают. И все работает? Все, абсолютно. Ну сколько? Получается больше 100 лет? Больше 100 лет? Слушайте, ну я говорю, как идея для подарка главному бухгалтеру вашего предприятия. Соберетесь. Ох ты, тоже ладно. Человеку будет очень приятно, потому что это его работа. Финанс. Да, абсолютно нет. А вот посмотрите, что-то мне подсказывает, что это связано с самогоноварением. Не для барки или чачи. Вот эти... Георгий! Да ладно, я спрошу. У меня такое ощущение. Вот эти странные, странные металлические приспособления сносят. Для этого аппараты. Вот, я сказала, самогонный аппарат. Правильно. Да, самогонный аппарат. Сколько стоит? Большая? Да. Со своими всеми делами, чтобы готовить. Чтобы готовить только аппарат. Нет, чтобы все готовило под ключ, так сказать. Под ключ. 2500 лари. 2500 лари. Это в долларах? В долларах? 900 долларов. 900 долларов. Ну и в Тбилиси, не в Тбилиси, если бы не было бы. Вот такой. Красавчик. Вот такой горный баран попался. Вот так вот выглядит изнутри. И, конечно же, козлики. Козлики, друзья мои. Нужно вот так вот все это выделать, да? Вот такой рог. Кавказ. Без холодного оружия. Это тоже не Кавказ. Посмотрите, сколько ножей. В Чаклан. Это грузинские ножи, кстати. Да. Вот эти. Да, мастер делает. Сванские ножи. Сванские ножи, друзья. Вот это, второй маленький. Сколько стоит? Вот, вот. Нет, вот этот. Вот этот. Так, сколько стоит? Достань. 150 лари. 150 лари, да. 150 лари, друзья, это 50 долларов, чтобы вы понимали. Кованые ножи. Это настоящий сванский. Сванский настоящий нож. Посмотрите. Все вот там держится. Обалдеть. Вот такая рукоятка. Вот такой можете подарок привезти, но если вы с багажом, потому что вручную кладь такое не пустят. Только в багаж. Да. Входят на социальные. Не холодное оружие, поэтому в любую страну можно возить. Угу. Так. Понятно. Так, ну мы любим юстики. Юстики. Все здесь. Вы спрашиваете меня. Солдатики 150 долларов. Одна штука. Есть. Давайте смотреть, что тут. Представляете, словарь. Словарь, иллюстрация. Да. Словарь. Словарь Таля, иллюстрирована, друзья. Это не 19 век, а это... Переизданная уже, да? Переизданная. Ну, с иллюстрацией. Стулари умножаете где-то на 30, ну, чтобы грубо. Ну, там, на 28, или вот так. Посмотрите. Ну, обалдеть, ну, обалдеть, какие каменья. И вот. Веджи, вот вижу. Многие тех, кто сейчас видят, да, да. Как вы хотите выбирать? Ну, просто, а как же коллекцию разорять, зачем? А мы продаем коллекции. Коллекции продаете целые? Нет, мы отдельно... И по отдельности, и оптом берем. Смотрите, как здорово. Целая коллекция разных... Это же разные производители, правильно? Разные. Разные производители и собранные вот так вот коллекции. Цена там немножко... Английский форпорт. Я поняла, но это нужно продавать коллекцией. Зачем же разорять? А как хотите, так и продаем. Ну, капец. И в чайниках, смотрите, какая целая коллекция. Маленькие, мини-чайники, друзья. Смотрите, какие... Александр, нужно за целых 2-3 года. Ой, дома такой чайник еще есть, девушка. И просто... Коллекция зайцев. О, такой тоненький, такой. Понимаете? Тут целая коллекция кувшинчиков небольших. Посмотрите, какие кувшинчики замечательные, симпатичные. Тут просто сплошная красота. Заходите, пожалуйста. Вас забрать на коллекцию? Меня забирать, я один живу. Ну, в коллекции как быть? Вы... Вас это... Вам это... Никак? Я вот не хотела бы быть в коллекции, понимаете? Я хочу быть одна прекрасная, чтобы... Как Мона Лиза в Лувре, понимаете? Она одна. И на нее все молятся. Портрет. Ребята. Нет. Ноу-фото. Вот видите, даже нам... Вот, собственно, я вот... Да, я это сняла, что ноу-фото. Я вас, да, сняла. Очень хорошо. Понимаете? Это нужно еще понимать. Вот человек стоит. Я, то есть, уже отвернулась. Она все равно меня... Как крестом божьим, она меня провожает. Нужно понимать еще психологию. Потому что антихариатом занимаются часто люди любят старину. А иногда люди немножко не в себе. Поэтому нужно их понять и простить. Вот, например, смотрите, какие. Домино. И... Счеты. Ой, а у меня была такая елочка, кстати, здоровская такая. У меня было две елочки таких новогодних. Одна маленькая, другая большая. Девушки, это старые-старые игрушки. Да-да-да-да-да. Очень старые. Посмотрите, какая сохранность здесь. А сколько стоит? Ватные по 200. Ох, я отрешаюсь. Вот, посмотрите, это ватные. Вы их не найдете. Ватные, кстати, это 40-е годы? 30-е? Нет, 19-е годы. Это даже 19-е? Конечно. А 40-е? 40-е уже вот эти. Вот, звезда 40-е. Ну, ватные в 40-е тоже были, нет? Оттуда переходили. Из 19-го века сюда. Потом они говорят, сейчас тоже начали делать ватные. Начали вот эти игрушки в Москве. Показали фабрику. Конечно, ну, посмотрите, прелесть. 200 лари. 200 лари умножаете где-то... По 200 лари. На 30, то есть 6 тысяч рублей. Ну, и тоже где-то сколько? 70 долларов, наверное, верно? Да. И... 140. Какие классные, такие, такая конфигурация. Вот это... А вот, ребята, для любителей пластинок что-то можно найти. Ребята, а здесь я вижу ЛФЗ, знаменитую вот эту сетку розочкой. Это ЛФЗ. ЛФЗ, да. Но здесь и какие-то ваши вот интересные. Англия, конечно. Здесь очень интересно. Англия, Англия есть, немецкие, немецкие тоже есть. А это коллекционная. Вот это две пары, 120 лари. Вот это две пары, 120 лари. Вот это две, 100 лари. А это по 60 лари. Это Веймаровский, 70, по 70 лари. Вот, вот, вот. Да, я вижу, вот. Вот это. Это Веймар. ГТРовский. Смотри, какие красивые они. Вот это. Вот. Это Англия. Это 50 лари. Посмотри, какая красота. Видишь? Это Наполеон, французская. Вот это, вот это. Они французские, немецкие. От 100 лари до 1000 лари. До 1000 лари. Как мы будем французские. Это? Бычок, прикольный. Это? Да. Это 150. Очень красивый бычок. Очень. Вот. И Моэс. И Моэс. Германская демократическая республика. Что-то там внутри него шевелится. Ага, вот тогда и поставим его, чтобы он никуда не ушел. И отдельная, конечно, статья повествования, это работы грузинских художников, друзья. Так как-то исторически сложилось, что в Грузии очень много талантливых живописцев и людей, которые чувствуют и понимают в дизайне. Город, как раз флашиный рынок, музыкальные инструменты. Немного в карикатурном стиле мы видим лица. Согласитесь, необычные. Необычные. Ну вот такие абстракции. Немного мрачные. Или что-то такое. Вот. Я не поклонник такого, но кому-то это, скорее всего, нравится. Если нравится мне, то только та рыба. Похоже на меня. Когда я прячусь от солнца. Или он на меня похож на шу. Вот, смотрите, какие крутые вещи. Из шерсти, как я понимаю. Смотрите, какие шали. 80 лари. Шер... Шелк. 100 лари. Силк и волк. Вот так. Можно так. Это у нас можно. В табилесе зиму, в декабре. А у вас в России... Краснодаре есть. Где-то на ю. Можно зимой, без проблем. По матрешкам! Редактор субтитров. Продолжение следует...